Всем привет! Продолжаем разбирать советы Скотта Мейерса и данный совет из его книги 55 верных советов улучшить структуру и код ваших программ и этот совет очень дельный объявляйте деструкторы виртуальными в полиморфном базовом классе вот то есть это та проблема на которую натыкались не один десяток и сотня программистов и не могли быстро разобраться в чем дело то есть это может быть и не опытный программист а может быть и довольно опытный но уже довольно уставший и голова может быть загружена и может такое наделать так вот смотрите у нас есть базовый класс то есть суть совета заключается в чем всегда если вы предполагаете что у вас будут наследники то virtual пишем слово virtual перед деструктором создаем деструктор виртуальный либо же с приходом или 14 стандарта можно сделать вот так файл указать вот так сказать что этот класс больше что от него наследоваться нельзя что это как бы окончательный класс соответственно при попытке наследования у нас будут проблемы компилятор об этом скажет то есть либо файл и тогда не надо писать виртуал если это у вас один единственный класс и вы боретесь за каждые 4 или 8 байт ну в данном случае чтобы не было ни одного виртуал так как это у нас добавляется да табличка виртуальных функций ну это вы все знаете вот если вы боретесь за каждый байт то можно вот так вот сделать либо же если вы предполагаете что ваш класс может использоваться в качестве базового то пишем виртуал какие к этому какие проблемы могут быть если этого не делать смотрите сразу же смотрим базовый класс есть есть ну и к примеру это в секции protected ну сейчас без разницы и у нас есть указатель и будет некий буфер так вот в конструкторе наследника мы выделяем память для ну выделяем 100 байт память для этого буфера и в деструкторе мы это все добро освобождаем и вроде все хорошо все хорошо и все замечательно до тех пор пока мы не начнем работать с этими объектами вот и иногда такое например выявить сложно то есть какие проблемы проблемы утечки памяти в данном случае я давайте я тут килобайт тысячу тысячу 024 буду выделять и вот будет у меня там десять тысяч итераций вот так давайте точку остановку поставлю так вот это сейчас цикл такой и мы в принципе увидим проблему но это может происходить раз в минуту и раз в минуту где-то создаваться объект выделять килобайт памяти и потом где-то там он удаляться раз в минуту и вот эта утечка памяти может жить довольно таки долго вот ни один день пока программа не упадет пока она не съест всю память то есть и такие утечки памяти выявлять очень сложно но давайте запустим запустим программу и перед циклом посмотрим сколько же памяти у нас она съела 160 килобайт хорошо F9 выполнили десять тысяч итераций и теперь посмотрим посмотрим 9,9 мегабайт съела проблемка выявлять ее можно долго если не знать этой особенности не знать механизма виртуальных функций вот и что это все такое у меня об этом видео есть вот поэтому как бы можно долго сидеть и смотреть ну ела е-мое я же делаю делит я же все такое и все такое вот ну ну проблема как была так и осталась соответственно пишем виртуал и теперь у нас работают те деструкторы которые нужны потому что в данном случае этот деструктор не отрабатывал так как pb был типом указателем на тип base вот это тут мы перенастроили указатель но по факту являлся указателем типа base соответственно работал его деструктор так но когда мы добавили виртуал создалась табличка виртуальных функций в данном случае перенастроился указатель и в этом случае адрес деструктора подменился до этого был base теперь адрес деструктора вот такой стал вот ну давайте еще раз запустим и убедимся в том что просто слово virtual решило наши утечки так где наш cpp 160 килобайт запускаем как было 160 килобайт так и осталось все отлично проблему мы решили поэтому если вы предполагаете что у вас базовый класс будет использоваться как в качестве базового то есть будет наследование делаем виртуал обязательно чтобы не было подобных проблем либо же пишем final и этим мы явно запрещаем наследование вот соответственно вот на этом собственно говоря и все то есть запоминаем подытожим да что следует помнить полиморфные базовые классы должны объявлять виртуальные деструкторы если класс имеет хотя бы одну виртуальную функцию он должен иметь виртуальный деструктор вот дальше в классах не предназначенных для использования в качестве базовых или полиморфного применения не следует объявлять виртуальный деструктор поэтому либо пишем final чтобы 100% это гарантировать либо не пишем final но 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 мы то знаем к примеру что никто наследоваться не будет и все но если есть хоть одна виртуальная функция это значит что скорее всего будут наследования и поэтому деструктор делаем всегда виртуальным поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся всем пока